ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вы когда-нибудь были внутри памятника? Случит странно, но в некоторые памятники действительно можно попасть. Яркий пример – Нарские трюмфальные ворота. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ворота были построены в ознаменовании важнейшей победы в Отечественной войне 1812 года. Первые ворота были построены очень-очень быстро для встречи гвардии-победительницы всего лишь за месяц. А рядом с воротами возвели, здесь мы с вами это хорошо видим, вот такие трибуны для зрителей и музыкантов. Это же должен был быть настоящий парад, настоящая торжественная встреча. Трумфальные арки в России придумал строить Петр I. Под ней проходили наши солдаты, когда возвращались домой после важных побед. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все эти арки сначала были деревянные и временные. На месте некоторых из них потом строились постоянные. Так получилось и с Нарским воротами. Но, к сожалению, они были временные, строились быстро и использовали в них недолговечные материалы. Разрушаться они стали. И принимается решение о строительстве постоянного памятника. И архитектором, который строит наши ворота, является Василий Петрович Стасов. Нарские триумфальные ворота, новые, каменные, стали чуть больше по размеру. Это было необходимо. Мы с вами можем сравнить старые ворота и новые ворота и обнаружить, что на новых воротах стало меньше скульптур. И они немножечко изменились. Здесь появляются вместо древнеримских воинов вот такие вот скульптуры русских витязей. И вот этих вот слав наверху, расположенных на Атике, Нарских триумфальных ворот, становится меньше. На первых воротах их было 12, а на вторых воротах их остается 8. И вот этих скульптур вместо 6 остается всего лишь 4. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Все украшение на Нарских воротах говорит именно о Победе. Мы с вами можем увидеть ангелов, которые трубят в трубы, фигуры слав, которые украшают проходящих мимо лавровыми венками, фигуры воинов, которые держат тоже лавровые венки, и на самом верху шестерку коней и колесницу с богиней Победникой. А как ворота превратились в музей? Ну, идея сделать здесь музей была с самого начала, когда архитектор ворот Василий Петрович Стасов их возводил. И с самого начала вот здесь, в этом зале, планировалось хранить реликвии войны с Наполеоном. Но эту идею не реализовали в 19 веке. И только в 20 веке, к Олимпиаде 1980 года, было решено сделать здесь музей, который рассказывал бы о войне с Наполеоном. В этом сундуке лежат военные головные уборы. Их надо разложить от древних до современных. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь правильно! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас мы проверим свою зрительную память и украсим Нарвский ворот. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА София и Артем, молодцы! Сделали практически все правильно, только небольшие неточности. Давайте мы с вами надписи поменяем местами. Меняйте. Названия полков по-другому расположены. Так, молодцы. И вот этих двух слав, потому что пики вот этих слав-то у них должны быть в краю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот теперь все правильно. Внутри памятника побывали Артем Серебряков и София Сандергайлов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА